Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Центробанк выступил с заявлением. Уже в который раз сотрудники этого ведомства напоминают гражданам, что в стране участились случаи мошенничества. Мошенничество с банковскими картами. В каком плане? Что имеется в виду? Не то, что какие-то мошенники своими картами что-то осуществляют незаконно, нет. Просто гражданам звонят с номера. Причем все чаще это номера, которые выглядят один в один как номера этих коммерческих банков, где у людей лежат деньги. И от какого банка, соответственно, карта имеется. И говорят, что вашу карту так или иначе взломали, или уже вот-вот взломают. Соответственно, вы должны выдать все данные по карте. Номера и так далее, пин-коды. Причем говорят очень хорошо, поставленными голосами. Люди пугаются. Особенно, если это люди старшего возраста. Скорее выдают все данные. И у людей действительно деньги списываются. Непонятно куда. Попросту говоря, воруют у людей деньги. Мы сегодня хотим как раз поговорить на эту тему. Действительно ли это такая большая проблема в нашей стране? Откуда это пришло? По ветре? За границей, как всегда? Или это наши хитроумные жулики придумали? А самое главное, что возможно и что нужно делать вам, уважаемые граждане, если раздаться с такой звонок? Хочу представить гостей нашей студии. Это Вячеслав Супунов. Эксперт по вопросам кибербезопасности и защиты информации отделения Тверь. Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу. Ну и, попросту говоря, Центробанка. Добрый день. Это Иван Шведов. Технический директор компании Фаслинк. То есть, попросту говоря, эксперт. Здравствуйте. Добрый день. Это тоже его коллега Николай Нагайцев. Это руководитель кибердвижения Тверской области. Здравствуйте. И представитель правоохранительных органов. А как без них в такой ситуации? Без них тут никак. Это Виталий Гулиян, заместитель начальника уголовного розыска ОМВД России по городу Тверь. Добрый день. Добрый день. Или как у вас? Здравия желаю, товарищ подполковник. А вы, дорогие телезрители, можете звонить по телефону 300-190. Тут никакого мошенничества. Это наш натуральный телефон. 300-190. Если вы столкнулись, можете рассказать свою историю. Или кто-то из ваших знакомых столкнулся. Или просто хотите задать вопрос, что делать и где хранить. В какой изберегательной кассе теперь хранить деньги, раз такие пироги пошли. Поэтому звоните 300-190. Итак, сначала вопрос представителю нашего уважаемого ведомства Центробанка. Вячеслав, скажите, насколько это действительно актуально для нашей страны? Откуда это все пошло? Ну и для нашего региона, соответственно. Эта проблема актуальна. Нельзя сказать, что она стала неожиданной, новой какой-то. Мы вспоминаем о том, что сначала всплеск был, когда раздавался ночью звонок, и говорился о том, что ваш родственник попал в беду. И необходимо заплатить определенную сумму, чтобы избежать наказания. Современные информационные технологии позволили этот процесс, скажем так, более сделать точечным и позволить донести информацию уже адресно. Потому что в помощь мошенникам такие информационные технологии, как социальные сети, на которых граждане частенько выкладывают ту информацию, которая им позволяет собрать информацию о потенциальной жертве и использовать ее для того, чтобы совершить мошенничные действия в отношении наших граждан. Поэтому, как правило, сейчас все большинство граждан являются носителями смартфонов, имеют аккаунты в социальных сетях, имеют аккаунты в электронной почте. По любому каналу из этого мошенники могут попытаться воздействовать на гражданина, чтобы выявить у него информацию, которая позволит совершить в отношении его мошеннические действия. Но если называть цифры, официальные цифры в 2018 году, это миллиард четыреста миллионов похищенных денег в средств информации в стране. Вот, рублей. Рублей. Соответственно. Поэтому это достаточно... Миллиард. Да. То есть это достаточно... Горда небольшого. Это существенная цифра. А если уж говорить не миллиарда, то для наших граждан преклонного возраста и даже меньшая сумма будет очень существенной, которая позволяет мошенникам, используя методы социальной инженерии, получить ту информацию, которая позволит мошенникам осуществить перевод с его банковской карты на счета мошенников. Способы бывают различные. Их на самом деле очень много. И мошенники их постоянно совершенствуют. Мы не можем сказать, какой-то дать уникальный метод о том, что не выполняйте эти действия, потому что мошенники... А я так все-таки попозже поговорю. А Виталий, скажите, по вашим данным наших правоохранительных органов, в этом году, к примеру, Тверской области, Твери, есть какие-то цифры? Ну, скажем так, если брать, где злоумышленники представляются сотрудниками банков, то это порядка 180 преступлений на территории областного центра. Город только Твери. Да. Это больше, чем в прошлом году, почти в два раза. А какая динамика есть? Или это равномерно в течение года? Или, допустим, нарастает по мере, грубо говоря, чем каждый месяц все больше и больше? Или это в среднем? Ну, как? Это вот статистика за 9 месяцев. За 9 месяцев совершено, скажем так, сотрудниками банков представляют 178 преступлений. Если взять прошлый год, это было порядка 64, наверное. То есть трехкратный рост? Ну, не трех, а двух. Ну, почти, но вся 4 и 188. Ну, практически, да. Потому что, как бы, деньги легкие пользуются и неграмотностью, и невнимательностью наших граждан. Ну, и в конце концов, опять-таки, да, сейчас вот Вячеслав Михайлович правильно сказал, и смартфоны, и аккаунты в соцсетях, и все остальное. А вы не помните, когда в первый раз вот такое было, когда именно мошенничество, когда к вам пришел человек, здравствуйте, мне из такого-то банка позвонили, а выясняли, что это не из банка? Ну, в прошлом году такие случаи у нас тоже были, но основной наплыв у нас пошел где-то примерно с конца октября прошлого года. То есть год назад? Ну, да. Приблизительно. 12 месяцев, пока пошел наплыв. Периодически, соответственно, злодеев мы ловим, и причем довольно-таки хорошо мы их ловим, но их все больше и больше становится. А люди, Вячеслав Михайлович, опять-таки правильно сказал, схем очень много, и они каждый раз становятся все разными и разными. И люди уже просто не успевают за ними как следить, и все равно на них попадаются. Но мы можем сказать о том, что у мошенничества просто становится легче это делать. Если раньше мошенникам нужно было вступить в личный контакт с жертвой, да, прийти погадать ему, зайти в квартиру. Да-да-да, сейчас такое тоже. Осталось, это осталось. Мы просто говорим о том виде преступления кибермошенничества, то сейчас это как-то находясь за пределами. Дистанционно ты не видишь ни жертву, ни ее страданий не видишь. Это легко сделать, мне кажется. Психологический порог снижается вхождение в эту, скажем, отрасль. А с технической, господа, представители как раз IT-индустрии и так далее, скажите, с технической стало легче? Вот если, допустим, сравнить, что было 5-10 лет. Сложнее. Сложнее? Почему? Ну, законодательство ужесточается. Раньше подмена номера, как таковая, никаких проблем не доставляла. Вот, это было практически бесплатно, но сейчас... Бесплатно? Да, то есть никто не контролировал прохождение ООНа из операторов связи. Всем было все равно. Потом началось наведение порядка. Остались только сейчас платные. Ну, как бы, мошенников это не смущает. Они просто платят деньги за подмену номера и спокойно пользуются. Вот, в этом плане, как бы, известны случаи, что даже операторов связи покупали для того, чтобы проводить трафик через них. Потому что операторам связи это сделать еще проще. Вот, есть легальные схемы, которые позволяют оператору связи подменять номер. Легальные? Ну, с натяжкой можно, да, назвать легальные. То есть в нашем законодательстве есть бреши, да, увы, которые позволяют это делать. Подождите, поясните, то есть теоретически я из хороших побуждений захочу друга разыграть на 1 апреля. Я могу так сделать, что как будто мой звонок будет с телефона там другого друга? Да, конечно. И это будет легально? Нет. Вот, для... То есть оператор связи может этим заниматься, да, но по законодательству ему запрещено это делать. Вот, для конечных абонентов. То есть сотрудники оператора связи могут это сделать. Это можно сделать там другую услугу, там, переадресацией назвав, да. То есть оператор этот может делать. Есть куча операторов, да, которые недобросовестны, которые до сих пор этим занимаются. Вот. И позволяют позвонить или отправить смс от любого номера. Ну еще хочу добавить, есть и также трубки, такие, но они, скажем, ограниченные серии, такие обычные телефоны-звонилки, которые могут прям дистанционно сам менять телефонию с ручного вручную. То есть я куплю такой телефон и могу менять? Менять, да, и прям вот номер жертвы подставляешь какой, и у него высвечивается там папа, мама, друг или кто-то. Это в реале такой телефон мы вживую видели. Это реально действует, да. Вот тот IP-телефонии, который меняется, да, там стало сложнее, подтверждаем, да, что там реально сейчас тяжелее, там все, технологии меняются, где-то блокируются, где-то приходится постоянно что-то двигаться. Ну, мошенники на месте, сами понимаете, не стоят, они периодически ищут новые схемы пути. Всем не секрет, да, там есть Darknet, которые, где сидят определенного уровня, не так просто туда внедриться, в эту сеть, да, но сидят определенного уровня. Мы продолжим после рекламы, у меня сидят определенного уровня коллег, которым нужно выдать в эфир, 3 минуты рекламы, потом продолжим. Так, мы снова продолжаем наш эфир, в эфире программа «Тема дня», это прямой эфир. Сегодня, дорогие телезрители, мы говорим о мошенничестве. Мошенничество, когда с банковских карт списывают деньги, причем самое главное, люди звонят, вот эти самые мошенники, звонят человеку, и поставленным хорошим таким голосом, как у нормального банковского служащего, говорят, что, дескать, у вас списываются деньги, мы вам хотим только помочь. Человек опять-таки видит, что да, номер банка, сразу на это, что называется, ведется, выдают все требуемые данные, а потом у него действительно списываются деньги. Если вы с этим сталкивались, если вам просто интересно спросить у уважаемых экспертов, что делать, то звоните нам по телефону 300-190, если вы просто хотите высказать свое мнение. 300-190, телефон прямого эфира. Господа, ну а мы, значит, как, значит, мы забыли на то, что сейчас даже вообще мошенники могут какую-то трубку такую, да, купить, которую обманывают таким образом? Ну, я говорю, это трубки ограниченные, скажем, серии, не так налево-направо. Конечно, это не в официальном салоне и так далее. Да, не налево-направо. Приобрести можно, довольно-таки стало сложно, но как вариант можно такую взять. Я вас тут прервую, извиняюсь, у нас пока за телефон и звонок как раз. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, меня зовут Евгений. Смотрите, ситуация следующая произошла. 11 числа в 9.56 минут мне позвонили сотрудники, как они представили, службы безопасности СССР Банка, и уточнили у меня вопрос, был ли перевод денежных средств в город Тюмень от вас, на что я ответил, соответственно, что не было, поскольку я не переводил никаких денежных средств. То есть, ну и дальше они попросили меня уточнить, то есть, были как-то у меня операции по переводу денежных средств в карты, то есть, где могла быть утечка моей информации. Снимал ли я где-то деньги из банкоматов, ничего ли не было подозрительного, не было никаких лекарств, то есть, откуда была утечка информации. То есть, ну я, естественно, такого не, за мной замечено не было. Ну и дальше, соответственно, они сказали, что, поскольку сумма довольно-таки значительная, которая была переведена, она была заморожена. Мы хотим вам сейчас ее вернуть. Она была заморожена на банковской ячейке. Чтобы ее вернуть, нужно, соответственно, сделать определенную операцию. То есть, попросили достать мне договор. Договора у меня на руках не было. И сказали, что тогда в этом случае они запросят информацию финансового отдела, то есть, который вернется со звонком буквально через несколько минут. Они мне потом через некоторое время перезвонили и сказали, что взяли информацию из моего договора и готовы помочь в вопросе именно по этой идее. Что нужно было сделать? То есть, они сказали, что нужно зайти в Звербанк онлайн. Денежные средства у вас сейчас заморожены. Они таким образом, то есть, ну, поскольку у вас была большая сумма перевода, оно было заморожено. Мы вам настраиваем двухфакторную систему подбезопасности. Перевод дежных средств будет в ячейку в другом банке, поскольку мы застрахованы в другом банке. Сбербанк сам себя страховать не может. Это запрещено законодательством Российской Федерации. Ну, и переначально, то есть, еще я не рассказал, то, что происходит звонок, как будто бы якобы прям слышно, что там разговаривают другие специалисты на линии, вот, что это прям с колл-центра происходит ситуация такая. Переводят с одного специалиста на другую, то есть, якобы сначала есть факт перевода денежных средств за фиксированной службы безопасности. Если я его не подтверждаю, меня переводят на специалиста других, которые, то есть, помогают мне в решении моего вопроса. И в итоге, чем дело кончилось? Чем дело кончилось? Ну, соответственно, то есть, я сказал, что я не хочу переводить никуда денежные средства, потому что, ну, что это номер телефона, с которым вы звоните, говорю, я номер телефона не знаю. Они, соответственно, говорят, да, мы понимаем ваши опасения, и я говорю, номер телефона, с которого вы мне звоните, я не знаю. Он говорит, ну, у нас есть прямой линия телефона, я сейчас сnalto безопасности пежусь, чтобы и перезвонил вам с другого номера телефона, на номер карты, говорит, ну, вернее, возьмите свою карту и посмотрите, на другой стороне у вас номер телефона есть. Я говорю, да, есть номер телефона, я вижу там 495-555-50. Ну, у нас с него сейчас перезвоним, соответственно, для того, чтобы вы были уверены, что это мой. Не перезванивают, соответственно, с другого номера уже. И в этом случае я понимаю, что поверил, что это сотрудники службы безопасности именно с СССР Банком. Ну и дальше мы начинаем разговаривать уже о том, что необходимо сделать, чтобы вернуть денежные средства обратно, поскольку нужно быстрее это все сделать, потому что деньги как бы ушли. Но поскольку была ситуация, что вы чаще всего переводите денежные средства и находитесь в Твери, сейчас был денежные средства переведены в Тюмень, поэтому у нас служба безопасности сработала, вот такие молодцы все, и зафиксировали перевод в другой регион, поэтому вам перезвонили уточнить, есть ли задаваем такое действие. Ну в дальнейшем, соответственно, мы перевели его помощью денежные средства на другую ячейку банков, как он мне объяснял. Вот, предварительно он мне прислал с номера 900 код для в дальнейшем активации личного кабинета, который я его не называл, и он сам мне говорил, что называть мне его не нужно. В дальнейшем после разлокировки личного счета мы продолжим настройку личного кабинета, поскольку он у вас заблокирован сейчас. После того, как мы перевели денежные средства, он со мной тоже не попрощался, стал со мной разговаривать на тему того, что давайте подумаем вместе, как нам это в дальнейшем избежать, где могла быть утечка персональных данных и в других банках, то есть стал спрашивать, где, соответственно... Ну то есть вы деньги перевели, да? Да. Большая сумма-то, хотя бы порядок цифры, если... Двузначная, да. Ну понятно. А когда вы поняли, что вас обманули, то есть вы увели ваши деньги? Ну он мне сказал, что через 20 минут мой Збербанк онлайн заблокируется, и через час я с вами свяжусь для того, чтобы настроить дальнейшие, вот по тому личному коду, который он мне прислал, соответственно, настроить дальнейшие действия мои. И через час вам никто не перезвонил, и вы поняли, что... Да, через час мне никто не перезвонил, я позвонил в Збербанк сам, вот, и мне сказали, что это были мошенники, обратитесь в полицию, соответственно, я сразу же обратился в полицию, и в банке мне заблокировали карту мгновенно, вот, такая ситуация. То есть сейчас я на руках имею постановление о признании потерпевшим, и также я обратился в отделение Збербанка с заявлением о отмене платежа. Спасибо вам большое за звонок. Вот видите, основная ошибка какая, на ваш взгляд? Мы, например, сейчас видим все векторы атаки, первонационные, социальная инженерия, мы хотим вам помочь, у вас проблема. Вторая, подмена IP телефона, когда номер подменили, когда человек продиктовал, пришел звонок, да, и получив учительную информацию, когда он использовал двухфакторную аутентификацию, код пришел на подтверждение перевода действий, которые у него запросили, он передал этот код мошенникам, которые им воспользовались. Наверное, первая из рекомендаций, это обязательно прекратить разговор и самому лично позвонить на номер, который указан на карте. Не дожидаться звонков от представителей банка. Представители банка, как правило, сами не звонят в безопасности. Представители банка звонят, когда предлагают услуги навязать какие-то рекламы. А безопасность, в соответствии с нормативными документами, она должна приостановить подозрительную операцию, автоматически используя систему фрот. То есть автоматически. Извините, Вячеслава, я в перебил, опять звонок там показывают коллеги. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валерий. Я бы хотел задать вопрос представителю правоохранительных органов нашего региона. Вот вы сказали, что за текущий период этого года 180 преступлений таких совершено. А у меня вопрос, как у жителя, как у обывателя, как у пользователя карт. А сколько таких преступлений раскрыто, и сколько людей, их совершивших, получили реальные сроки. И второй вопрос у меня. Не знаю, у меня такое ощущение у меня складывается, что вот эти все истории с мошенничественными банковскими картами касаются исключительно сберегательного банка, Сбербанка. Потому что, ну вот только на слуху Сбербанк. Вот сейчас человек звонил, рассказывал историю, связанную с исключительно с Сбербанком. Может быть, я ошибаюсь, но... Спасибо за звонок. Разили-то вопросы. Вы по того, сколько негодяев, злодеев, как говорят в полиции, наказанных и так далее. А господа... Я могу добавить. Да, по какие банки, соответственно, можете все вместить друг другу дополнительно. Да, сначала. Ну, как бы, да, раскрываем преступления. Количество, сколько людей задержано. Ну, недавно было трое задержано. Именно представлены сотрудниками банка. Все они жители других регионов, соответственно. Там порядка, наверное, десяти преступлений, что ли, им было доказано, вменено. И они, в принципе, осуждены. Ну вот, по поводу Сбербанка, да, мужчина говорит, я бы как бы поспорил, потому что, ну, опять же... Я думаю, сейчас поспорят. А, скажите, а процент общий? Вот вы сказали, сто восемь месяцев сколько? Четыре из них есть информация? Процент раскрываемости. Ну, можно корректно только сказать о том, что сто восемьдесят, они расследуют преступления. Говорят о том, что раскроются, не может. Он может сказать только процент, который таких мероприятий раскрывается в прошлом году, наверное, рассказание. Ну, да, то, которое было раньше. Да, к примеру, да, сколько? Ну, опять-таки, в процент у меня, как бы, цифры... Ну, там, 60, 60, сколько было раскрыто? Нет. Ну, из 60, ну, порядка, наверное, 20 преступлений мы в любом случае раскрываем. А другая часть, она до сих пор находится в производстве, да, расследуется. И все время обывателям интересно очень, когда касается расследования, сколько получили эти негодяи, сроки какие? Ну, сейчас у нас суды, как бы, к этому относятся довольно-таки... Ну, для нас, да, это хорошо, довольно-таки жестко ко всем мошенникам. В принципе, насколько я помню, раньше, помните, вот, когда только началось, вот, телефонное мошенничество, да, то есть они стали получать сейчас почти как за убийство, то есть... Ну, сколько? Вы кодекс, я не всех хорошо знаю, как вы... От пяти до десяти лет они смело получают. То есть даже если есть прецедент, когда и десяточку получали? Есть прецедент, и даже когда больше получали. Да неужели? Да. Ну, это хорошо, я считаю. И, господа, вторая часть вопроса... Давайте добавлю, почему именно Сбербанк, да, там у народа возникает вопрос... И только ли Сбербанк? Нет, это не только Сбербанк, это любые банки. Почему именно Сбербанк? Потому что Сбербанк является довольно-таки большой пользователь, ну, крупнейший, да, у нас практически все заработные платы, и старейший, да. И он является у населения неким авторитетом, ну, надежности, да, создается такой купол надежности. А он-то не развалится. Да, соответственно, у мошенников либо долбить какие-то мелкие, там, звонить вам, говорить, у вас карта там такого-то банка или такого-то банка, сидеть, перебирать, это, ну, процентов девяносто, что я промахнусь. Звоню представителям Сбербанка, соответственно, больше шансов попасть, что вы являетесь владельцем Сбербанка. Либо были когда-то, либо являетесь, ну, шансов больше попасть, чем в какие-то маленькие банки. Соответственно, и поэтому и больше статистики попадают именно по мошенничеству по Сбербанку. Согласен абсолютно с мнением Николая, потому что... Между всякой информацией, как... Да, получается, просто легче настроить инфраструктуру именно под Сбербанк и говорить именно от Сбербанка. Потому что те люди, которые выступают на стороне мошенничества, они готовятся все равно по алгоритму. Они не всегда являются специалистами-психологами. Их готовят и говорят, по какому алгоритму действуют. То есть давно уже не звонят урки, как раньше, помните, было там какие-то... Нет, конечно, это уже нету. Наверное, если Виталий подскажет, снизился, когда... Большая часть преступлений таких, она совершается именно с воли, так скажем. Ну, скажем, рынок, вот этот, рынок сдвинулся. Раньше, когда... Была вот эта тема, да. Когда за родственника присоединились, сначала было оттуда, именно за зону. А сейчас, а то сместилось, это уже молодые люди могут себе организовать, ввелать и суть движения. Уровень преступности даже снижается по возрастному цену. Моложе, наверное, становится молодеет. Они не то, что молодеют, они и молодеют, и есть те, которые в возрасте, да, но они опять-таки, вот те, которые просят компенсацию за родственника, да, это уже нет. Это схема старая, она, скажем так, как вы говорите, да, она схема уголовная. То есть те люди, которые причастны к уголовному миру. А вот, как вы говорите, ну, как вот мы сейчас обсуждаем в плане сотрудников службы безопасности банка, да, здесь попадаются лица, которые даже вообще ранее не судимы. Ну, здесь потому что сложнее сделать схему, потому что надо и IP-телефонии подменять, и вот этот кулцентр, который на заднем фоне, это просто записи дополнительно. Накладывать. Накладывать. Плюс сейчас есть программа, которая позволяет менять голос, прямо в реальном онлайн-режиме никто не мешает изменить голос, поэтому сотрудникам полиции по вычислению по голосу могут, почему-то долго дела идут, да, могут по голосу, сопоставление взяли, а разное. Опять, когда вы говорите, нам в этот момент звонят. Слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я вот как совершу, допустим, операцию какую-то банковскую, ну, в магазине рассчитаюсь или переведу там, ну, дочки, там, в помощь денежку, сразу начинаю звонить в сторонних номеров, особенно московские. Конечно, блокирую эти номера, но скажите, могу ли я обратиться в правоохранительные органы, вот именно предоставить эти номера телефонов, потому что они все разные, номеров пять или шесть. Постоянно звонят, постоянно звонят. Ну, конечно, один раз я как-то взяла банк, представьте, я тогда включила номер. Ну, вот, чтобы предоставить вот эти телефоны, может быть, какие-то проверки проведутся. Скажите, пожалуйста. Ну, обратиться вы к нам всегда можете, конечно. Вы к нам обратитесь с заявлением, укажите все эти номера, а мы уже, соответственно, и вас опросим, и установим, кто вам звонит. Хорошо, спасибо большое. Идут на то, чтобы заблокировать эти номера, если подтверждается массовой рассылкой, и они достаточно оперативно их блокируют. Виталий, а здесь у нас даже Яндекс предлагает. Логика, как всегда вы говорите, полицейские, что звонить тоже как можно раньше, не тянуть, ни что мне позавчера звонили, а сразу вот раз, и тут же обращаться в полицию. Время играет значение? Время играет очень большое значение, потому что, ну, как правило, деньги, если с вашей карточки куда-то ушли, они, как правило, уходят куда-то, тоже на какой-то счет. Этот счет может быть разным, да, то есть чем быстрее мы его отследим, в конце концов мы попадем на человека, который совершил то или иное преступление. Потому что в какой-то момент они от этого счета избавятся. Да. От тех телефонов, которые здесь, или еще что-то. Либо избавятся, либо информация не сохранится там, и, знаете, бывает так, что... Может, цепочка счетов. Может, цепочка, но много, мы не говорим о вариантах, мы как и в общем случае говорим. Иван, а у меня вот вопрос, откуда баз данных берут? Вот среди народа много разговоров, что им же сами сотовики продают, или как? Или звонят тупо наугад, вот первый партнер в голову пришел, там 8 какой-нибудь, 983, ну все что, как вот? Откуда берут баз данных? Ну, во-первых, есть открытые источники, да, это социальные сети различные. Поняли, да, где люди сами себе все досье на радость, в том числе, правоохранительным органам выкладывают. Различные площадки, там, авито, объявления на заборах, да, когда человек что-то либо продает, да. Потому что эти схемы по краже средств, да, они связаны зачастую еще с продажей человеком каких-либо вещей, да. То есть ему говорят, давай мы тебе задаток отдадим, положим, то есть только код продиктует, так же выводятся деньги со Сбербанка онлайн. Вот, то есть это вариант номер первый, да, есть, соответственно, сотрудники тех же сотовых операторов, да, которые не совсем честные, да. Все-таки имеются такие прецеденты, да, они чисто плотные, когда именно составители. Но операторы сотовой связи сейчас пытаются закрыть эту возможность, да, то есть идет, скажем так, запись всех попыток обращения к информации, вот, но были случаи, что, как бы, ответственный из случаев, Служба безопасности как раз этим занимался, который должен был проверять людей, что они делают. Пустили козла в огород. Да, то есть, ну, опять же, есть базы данных, которые в результате взлома получены, тех или иных сервисов, да, плюс очень много сейчас сайтов просит сотовый телефон для авторизации. Тоже, да. Вот, с помощью взлома которых тоже люди получают данные, соответственно, не только о сотовом телефоне, да, но и некую историю подноготной, включая, возможно, и тип карты, да, когда он расплачивался и так далее. То есть, информацию получить мест моря, да, то есть она продается на черном рынке, вот, плюс также продают сотрудники банков, как бы, как бы, да, соответственно, там можно получить вообще данные, сколько у тебя и денег на карты осталось, и последние транзакции и так далее. Вот, и, соответственно, выбрать самого жирненького. Ну, то есть средств получения информации, да, очень много, и люди очень много оставляют сами на себе информации в сети, которые позволяют, соответственно, сформировать картинку и по его доходам, и по банкам, которыми он пользуется, и так далее, и так далее. Скажите, вот, Вячеслав, а вот Центробанк как-то тоже вот это может, я не знаю, как-то, ну, по поводу баз данных, все-таки клиент, вот, мне интересно. Ну, давайте, наверное, говорить на одной из нашумевших таких историй. Буквально недавно произошла, когда появилась информация о том, что 20 миллионов учетных записей одного крупнейшего банка появились в открытом доступе. Да. Ну, мы знаем о том, что внутренним расследованием этого банка было установлено о том, что, как и говорил Иван, сотрудник имел доступ, никто его не взломал, никто не взломал. А человек, ну, мы скажем, наверное, по первому взгляду, можно сказать, что он, мошенник, оказался, еще хотел и нагреть преступников, потому что у него было всего 200, а он сказал, у меня 20 миллионов, я вам продам эту информацию. Молодец, что совсем надо состричь деньги. Да, мы это опираемся на открытые источники информации, это внутреннее дело банка, он должен разбираться. Но, наверное, где-то с Иваном скажу, что самое главное слабое звено – это человек, человек, который хочет получить прибыль. И он идет. А не машина, которую взломают. Да, машина, он легально получает доступ, как легальный пользователь, и эту информацию легализует. Продает ее на тех закрытых площадках, о которых говорил Иван, либо сам реализует, может, мошенники по разным поводам. Мы вспоминаем, опять же, недавно нашумевший случай, когда сотрудников одних банков, когда они с собой выносили миллионы. Помните, из кассы, вот, женщина выносила, а у нее муж деньги проигрывал в этот слабость. Все, система отточена, работает, но вот люди такие бывают, которые приносят. Поэтому здесь можно говорить только о том, может, если так скажу, чем банк занимается, чтобы снизить это направление. В свое время, несколько лет назад, была создана такая структура «Финцерт» в Банке России, которая аккумулирует информацию от кредитных организаций о произошедших событиях, инцидентах, информационной безопасности. Именно инцидентах. Да, инцидентах. Сначала это был добровольный характер, когда Банк России накапливал данную информацию. Сейчас она стала обязательной. Все кредитные организации должны направлять эту информацию о выявленных инцидентах внутрь этой структуры. Он ее, скажем так, закрывает и дает рекомендации всем остальным участникам рынка, какие принять для себя меры безопасности, чтобы этого избежать. Потому что, если информация о конкретном банке будет в открытом доступе, это может оказаться для него критично. Поэтому Банк выступает гарантом о том, что это не будет доступно конкретному участнику, известно. А информация направляется всем участникам, чтобы они предприняли эти меры. Точно так же можно сказать, что система фрод, которая используется, она должна автоматически получать те правила, которые нельзя перечислять в деньги. Например, здесь стало известно, почему быстро говорим, телефон известных этих мошенников. Система должна получить информацию о том, что на эти телефоны прекратить переводы, вообще заблокировать. Когда мы добьемся вот этого пути, это, наверное, те моменты, когда технически мы можем предпринять, снизятся возможности мошенников. Наверное, я бы сказал вот так вот мнение. Одно из основных, чтобы это снизить, наверное, превентивные меры, это как раз и наша беседа, это донести до большей массы людей о том, что эта проблема существует, и какие меры предпринимают для того, чтобы это не попасть. Банк России активно принимает участие в финансовой грамотности. Это мы, как правило, подрастающее поколение, молодежи, в основном, молодежи, и социальные группы людей, скажем, преклонного возраста стараемся выехать, да, конечно, охватить, потому что это одно из самых, наверное, то направление, которое подвергается. И мы только говорим о кибер-мошеннице, а Виталий, наверное, подскажет, сколько это боль виден, когда бабушку... Еще есть социальные мошеннички. Да, это понятно, да, сегодня больше о кибер, а вот, господа, опять представители, айти, скажите, вот эти мошенники, вот, опять-таки, Виталий уже сказал, что они, как бы, молодеют, умнее и так далее, а что для этого нужно, быть, ну, обеспеченным человеком, чтобы купить очень дорогостоящую программу, какой-то мега прокачанный компьютер, или наоборот, это, вот, знаете, как, собственно, все становится доступнее, когда-то там сотовый телефон стоил тысячу долларов, помните, в 90-х, сейчас он стоит, соответственно, все знают сколько. То же самое, это какая-то дорогая программа, нужно мега-компьютер или как? Ну, вообще, как бы, любая проблема решается либо деньгами, либо знаниями, да, то есть, здесь точно так же, то есть, программ дорогих нет, вот, нужны знания в данном случае, да, чтобы получить знания, соответственно, человек или обучается, либо платит тем, кто это ему сделает, вот и все. То есть, никаких программ нету, ну, компьютер... Нет, но есть программы, которые занимаются взломом, есть программы, которые, они все официально, как бы, разрешены, законодательством они не запрещены, а потому что эти программы не направлены на конкретный взлом, это для тестирования каких-то программ, ну, протестирование, вот вы пришли в свое учреждение, можете протестировать свое оборудование, вам никто не мешает. На проникновение, на взлом, это законно. Но если вы ломаете соседа, то тогда уже нарушаете законодательство. Ну, это история, как с топором, можно скобить, сурбить, а можно... Ну, а если мы можем говорить о том, что есть открытые источники? Ну, а не луни, с которыми платить денег, пожалуйста, используйте. Если мы говорим о взломах, да, как бы, это УК уже идет по полной программе, но вот здесь больше социальная инженерия работает, и, соответственно, она не стоит ничего, кроме знаний. Даже умение общаться, скорее всего. Здесь умение общаться, знание человека. По поводу базы данных, да, базы данных легко достаются. Может, даже паспортные данные никто не секрет. Люди некоторые сами выкладывают, я получил права, вот моя фотография с правами, вот я получил паспорт мой. Есть, может, видели, да, в интернете можно найти на белом листочке паспортные данные, да, либо человек сидит вот так вот на фоне с паспортом. Это сливаются такие быстрые деньги, так называемые, которые быстро получить, они сливают базы данных, там, грубо говоря, студенты за 10-15 тысяч рублей сидят, собирают базу и потом параллельно выносят, продают. Им интересно, деньги заработать, дополнить за 15 тысяч рублей неинтересно, когда можно продать эти паспортные данные. Также были утечки с этих сотовых операторов изначально, да, утекали вот эти, таким же способом. Это все студенты. Раньше, помните, даже вот буквально, когда в том году передача была, проговорили, что легко было достать сим-карты. Сейчас это довольно-таки правоохранительно быстро прижали, и сим-карты уже стало, ну, очень сложно достать. Если достаются, то очень единичные случаи, но уже поджали конкретно. Потому что утечка основных карт была, либо оформлялись какие-нибудь эпэшки, на которых куча брали сет, и раздавались как промы эти, без всяких никому не привязки. Месяц они работали, блокировались, и все, до свидания, ты новую карту заводишь. Либо второй вариант, это студенты, когда получают, оформляют вам сим-карту, на ваше имя дополнительно вторую открывают. Ну, по камере можно посмотреть, он оформляет, сколько в реале вы там оформили, ну, две или одну, он оформил две, сдал паспорт, и в итоге получилось у вас, на мне лично так висело три сим-карты, когда я пришел закрывать в компанию, на мне три сим-карты. Я просто закрыл все деньги, которые были, себе перевел на счет, и все. Ну, просто есть такие реальные случаи. Кстати, я недавно покупал телефон, ну, несколько, и мне тоже, кстати, в одном известном сотовом операторе просто вот сим-карту, например, не нужно, но не, пусть будет. Ну, тут в подарок, тут вы паспорт оставляли при покупке телефона, у вас паспортные данные ваши, и сим-карта уже автоматически регистрируется. Если вы ее не пользуетесь, она через месяц также заблокируется, ничего там движения не будет. Опять-таки, я оставил паспортные данные, хотя тоже, почему я должен при покупке телефона оставлять паспортные данные? Это законно. Это законодательно, да. Чтобы в случае, можно было нарушение каких-то киберпространств, можно было по IP-адресу понять, кому был продан аппарат. По телефону, для телефона не требуется оставлять персональные данные. Мы говорим про сим-карту. Мы говорим про сим-карту. Нет, человеку сим-карту дали в подарок, я имею в виду. А, наверное, ее оформили сразу, вы же, представляете, должны были оформить по-любому. Да, да, я на это не обращал внимания. Там они гарантию просят, они не гарантия, а параллельно записывают сим-карту вписывают. То есть, опять-таки, я оставляю свои данные. По поводу звонков, да, хочу добавить. Звонки были, да, там вот спрашивали, а вот звонят операторы, что делать в данный момент. Вообще по законодательству мы можем не отвечать ни одному представителю банка, никому, потому что мы не знаем в реале, представитель банка это или просто левый человек. Вот есть сейчас такие темы обзвон, да, есть конторы, которые обзванивают людей, у них есть база данных, приблизительно есть номера ваши, могут даже приблизительно знать, в каких банках вы состоите. Ну, не только там, какие-то сведения набрали, куча со всяких площадок. И они просто обзванивают, спрашивают, Иванов Иван Иванович, вы говорите, да, такого года рождения, вы говорите, да, они галочки отмечают, сверяют, да, действительно, как давно пользуетесь номером сотовым, там, год, месяц. Они собирают базу данных, собрали и продают другим сферам, там, коллекторам или еще кому-то, продают базу данных, уже вот реально, ну, реально это человек, который есть реально, вы сами подтвердили. В этом случае, если вам звонят, спрашивают, мы там, представители банка, мы там, в основном, говорят, это как были, чтобы это, системы безопасности, там, какая-нибудь служба безопасности, там, расследование чего-то, там, каких-то там, это преступлений, могут представиться сотрудниками полиции для выяснения каких-то делов, деталей, деталей, да, что там, ваша карта где-то замеликалась, надо подтвердить детали, действительно ли вы ее пользуетесь. Это тоже такое бывает. Виталий, а могут звонить полицейские, вот сразу телезрители, вопрос по телефону, здравствуйте, Иван Фомов Иванович, вот мы тут расследуем такое-то дело, могут или должен полицейский прийти? Нет, мы можем как звонить, так и, соответственно, и приходить. А как мне прийти, вы мне звоните или, как правило, вызывают? Вы можете, вы можете, понимаете, я вот вам позвоню, вы можете сказать, ой, я вас не знаю, все, до свидания, правильно? Ну, как правило, люди так и делают, да, ну, а с другой стороны, вы можете… Ну, опять-таки, видите, какая ситуация-то, а я вам боюсь… То, соответственно, мы, так правило, берем ноги в руки и вперед по стариночке. Смотрите, здесь ситуация такая, что при входящем звонке можно подделать номер, да? И ты его не посмотрю на сайте, и номер, и из него якобы мне позвонят. Нет, когда человеку звонят, номер можно подменить. Да. А когда человек звонит, номер подменить уже нельзя. Вот тоже интересный момент, нельзя. Туда, куда нужно. То есть, есть сомнения, перезваниваешь. То есть, пока таких высота IP-телефон не достигла, что я звоню там, вот, РУВД. Пока таких моментов, что прямо РУВД подделали, таких моментов точно еще не всплывало. Ну, для этого нет, это возможно сделать. Если теоретические случаи вспомнить о том, что мы устанавливали программу, которая позволяет уже управлять телефоном и так далее. О, позвонит, направит туда, куда надо. Теоретически это возможно? Конечно, вот, теоретически это сложная атака. На уровне оператора связи это возможно? Это если конкретно какого-то человека заказали, да, там, на взлом. Таргетированные атака. Уже будут там уже и будут врезаться в линии, могут и в домашний прям интернет врезки делать, чтобы перехватывать всю информацию, могут и ломать его удаленно. Ну, это уже целенаправленная атака, от нее очень сложно скрыться. Здесь могут и... Это не массовая. Да, это сочечная. Ну, смысл там за 35 тысяч рублей никто этим заниматься не может. Из 100 человек 2-3 перечислили двухзначную сумму, и у него уже хороший улов. И затрачивать такие силы, средства, о которых Николай рассказывал, это только таргетированная атака. Которая цель требует... Да, наряда, 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 наряда. Которые реально уже какие-то что-то представляют на рынке очень серьезные. Взяли, а у меня такой, опять-таки, вопрос, вот, допустим, тоже человек, ему звонят, вот, посмотрели нашу программу, все стали хитрые, и вот звонят, и понимают, что доголимый развод. А можно, я не знаю, как-то, ну, к примеру, там, может быть, с другого номера как-то тут же позвонить, в 02 или куда, здрасте, полиция, вот, мне кажется, меня в данный момент разводят. Ну, эти, ну, сейчас, сейчас, карту поищу, или договор, как человек звонил, а сам не договор, а с другого телефона в полиции, товарищи, вот, мне в данный момент висят на трубке, и я подозреваю, что негодяй. Это как-то работа, или это такой, ну, наивный бред, вы тут ничего не можете сделать? Ну, как вам сказать-то? Ну, договорить. Поймать, поймать, злодея, прямо вот, прямо сразу, да? Ну, вот он висит на трубке, а я вам побежал с городского. Вот, полиция, быстрее, разводит. Мы выясним, откуда он будет звонить, да, хотя бы, примерно, регион, с которого он звонит. То есть, мы узнаем принадлежность данного телефона, окажется, там, ну, Кемерово, допустим. Ну, стоит, попросту говоря, я спрашиваю, что, стоит звонить к вам, или это... Звонить-то, понимаете, нужно обращаться к нам, чем быстрее, тем лучше. Просто в 02 сразу? В любом случае надо к нам обращаться. А дежурный... Если звонит, вам машина. Соружа, дежурная часть ей тоже догадается, куда перехватить. Поддержно, как сейчас скажут, комедий, и что это? Если речь идет о том, как в боевиках современных, да, когда отслеживается звонок, это невозможно. Ну, вот, эксперты... Все же боевики смотрят. Давайте, Иван, все... Давайте просто в поддержку полиции. Полиция не может, конечно, нам не звонить, а он говорит правильно. А вот эксперты скажут о том, почему это. Если будет каждый человек, вот это 495, это основные московские номера, которые звонят, это стопроцентные банки звонят. Они еще, как правило, у них там... Полиция. Может, пробиться, да, берем трубку, там, тишина в трубке какой-то период времени, потом начинаются какие-то разговоры, там, как правило, вот это большая часть банки звонит, настоящие там, да. Если мы будем по каждому номеру это загружать в полицию, соответственно, у нас они будут заниматься только разбором наших номеров. Нет, не покажут, мы же договорились, что если звонят здравствуйте, вы хотите взять такой-то кредит или такой-то, это одно. Но когда начинается, вас ломали, вот как от вас перевели, то есть человек с кумекой, соответственно, ага, наверное, разводит, расспросит выдать какие-то данные. Есть другие варианты, когда могут вам позвонить и спросить, что являетесь ли вы таким-то, таким-то, вы скажете да. Вот вы знаете ли вы такого-то, такого-то, скажете там да. А ваши рекомендации, что вы сделаете, послать три буквы, ничего не будут говорить? Лучше ничего не говорить. Зачем лишнюю информацию о себе оставлять? Вспоминаем Богом Какова, что он говорил, а с кем нужно разговаривать. Классика, вспоминаем, он не зря говорил еще тогда. Если вам действительно удостоверение предъявили, показали, это уже вопрос. Хотя никто из нас, господа, кроме вас, наверное, вас двух не знает, как должно выглядеть настоящее удостоверение полицейского в кумуглу, печать и так далее. Ты знаешь, что некая красная книжка. Вот я не знаю, к примеру. Теоретически можно, да, и подделки продаются. Сейчас все продаются, сейчас и в Ламборжине подделки продаются. У удостоверения есть номер, можно позвонить и спросить. Ну вот опять, не, я к чему, то есть стоит звонить в полицию, если я понимаю, что меня разводят? Нет, это все, доверие просто. Почему не стоит? Ну а вдруг, чем черт не шутит, вы сможете негодяя этого как-то... Понимаете, злодеи-то, они звонят сегодня, они позвонили вам до обеда, а ему позвонили после обеда. А с номера позвонили с одного и того же. Мы уже знаем, как что делать, мы понимаем, что это уже серийный звонит один и тот же человек и предпринимаем свои какие-то определенные меры. Я опять-таки еще раз говорю, позвонить может достаточно в 02, а там дежурный переведет соответствующий отдел. Я к чему? Ну в принципе да. Нет, 112 не переведет. Ну я просто к чему, чтобы не получилось, чтобы товарищи 02 дежуркам от убийства занимались, а вы своим дурацким звонком пристали к нам. Нет, они обязаны принять. Дежурный в любом случае примет, выяснит ваши фамилии, имя, отчество, и в конечном итоге либо вас пригласят в отдел, либо к вам выйдет наряд. Наряд? Обычных проблем? Нет, следственная оперативная группа. Когда подмена номера происходит. Будет легитимный номер. Мы говорим о рекомендациях, которые даем гражданам. У нас просто программа подходит, сейчас у нас будет реклама, потом завершающая стадия, и как раз мы переходим к тому, о чем я хотел с вами поговорить, рекомендации. Мы уже потихоньку их озвучим, но тем не менее, потому что выхлопка, говорят, наша программа основа в том, чтобы люди послушали и все-таки хоть чего-то намотали себе нос, что делать. Потому что, как мы поняли, вы говорите, трехкратный уже рост этих мошенничеств в регионе. Димарочка, можно? Сейчас усложнилось все достаточно интересным способом. Сейчас делается звонок, который однозначно воспринимается потенциальной жертвой. Звонок друга? Нет, как мошеннический. После этого перезваниваю еще один звонок. Якобы вы получили сейчас мошеннический звонок, МС-служба безопасности, а банка, вот вы сейчас получили звонок. Мы сейчас разбираемся с этим вопросом. Дополнительная степень доверия возникает у людей, и, соответственно, происходит тот же самый обман. Психология. Сначала идет авангард, а потом основные силы. Ну, и смотри-ка может прететь о том, что произошла твоя операция, проведена осваившая карта. Есть еще такие инструменты, когда в интернете есть Яндекс, тот же определитель номера, который можно установить. Он определяет как раз все банковские звонки, он пишет, как это реклама, желательно, нежелательно. И вы можете просто видеть, если какой-то номер высветился и не написано, что это реклама, а он в базе по-любому, если это банковская сфера, он по-любому в этой базе будет висеть. Тоже, соответственно, можете передать этот номер полиции, да, там все будет вас разводить, на какие карты. Передавать какие-то личностные данные там по поводу вашего паспорта, там какие у вас фамилируются. Просто являйтесь, не являйтесь, вот это точно однозначно делать нельзя. Еще какие рекомендации, оставляйте на площадках такие торговые, как АВИД или еще какие-то, да, но оставляйте левые фамилии, имена, отчества, чтобы вы понимали, откуда вас уже мошенники определили, с какой площадки вы выдернули ваш номер. Если вот там на АВИД там Ваня, да, там на Юле, вот там Петя, и вам звонит там «Добрый день, Петр Такойтович», и вы это скажете «Да», то вы понимаете, что вас уже разводят с этой структуры. Чем больше вы так вот раскидаете, вы будете понимать, откуда у вас, где утечка произошла. И даже уже в полицию, когда вы предоставите данные, уже полиции будет легче искать, из какого агрегатора ушло ваша утечка информации. То есть вставляете больше, что называется, ложных следов. Да, но также не выкидывайте в соцсети свои, не в паспорте. Ну, это мы уже говорили, да. Но это мы каждый раз говорим, а никого это не останавливает. Все продолжают, даже мошенники до сих пор ловятся, там вышли деньги, да, ДТП, там, ля-ля-два, но я до сих пор... Ну, это старая разводиловка, реклама, господа, после которой мы подведем итоги программы. Мы снова возвращаемся в эфир, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о мошенничестве, когда с банковских карт у людей списывают деньги, звонят, представляют сотрудниками банков, ну и так далее. Вячеслав, ну вот у меня к вам, скажите, а вот это вся в итоге тема? Вот как мы говорим, мошенники становятся хитрее, умнее, как говорят, прошареннее и так далее. А не придет ли это, может быть, к тому, что, знаете, у населения будет тотально подорвано доверие вообще, ну, попросту говоря, к хранению денег на банковской карте? Вот послушают, скажут, ну его к черту, сниму все, буду хранить, буду ходить с кэшем или с наличкой, попросту говоря, в магазин, ну его нафиг. Потому что вот мы все умнее и умнее, голоса поделают, скоро будет по видеотелефон, а вот с внешностью Виталия Гулияна человек позвонит, все, при погонах скажет, вот, смотрите, и так далее. Понимаете, вот не приводит ли это, может, к тому, что вот просто подрыв... Это тоже возможно, да, есть такая программа. Не, вот, я, вот, видите, вот все есть, ну все, сейчас и погоны, и голос, и лицо, и так далее. А вот все-таки, Вячеслав, вот вы как представитель банковской сферы? Ну, наверное, бояться, если современных технологий, наверное, современной жизни, тогда это неправильно в моем понимании. Нужно уметь ими пользоваться, теми технологиями, которые тебе представляются. Мы можем только порекомендовать людям, что делать, например, я бы мог бы... Для того, чтобы тебе перечисляли туда твои основные средства. Вот, тоже такой вариант, да. Да, она хранится. Заводится та карта, которую ты можешь показывать ее в интернете, использовать в магазине. То есть для платежей, да. Да, я вас перевью. А можно, действительно, одна для платежей в интернете, а другая, именно, когда сам вживую в магаз приходишь. Это вариант? Да. Ну, любую можно вариант. И так разделить, и так разделить. Можно, используя личный кабинет, ограничить те переводы, в которых своя карта осуществляется. То есть сам гражданин говорит о том, что больше тысячи рублей с моей карты зарплаты не перечислять никуда. Ну, условно ставить ограничения. Это все делается. Не светить этой картой. Когда пользуемся картой, наверное, в магазине можно CFC-код с обратной стороны трехзначной стереть, чтобы они видели машину. Это с Apple Pay, на основном. Ну, кто-то телефон... Я, например, сам увидел, когда в магазине женщина передо мной вот так вот карточка перед носом водила, махал, там все на ней видно. Ему ее можно использовать для уже оплаты в интернете и для развода. Да, можно было делать. Поэтому такие вещи не надо делать. Так до сих пор некоторые сотрудники просят карту им передать. Да, ни в коем случае карту не давать. Или кассиры. А, кассиры. Ни в коем случае не передавать свою карту. В кафе. Ни в коем случае. Только расплативаться самому. Это лень самого человека подойти в терминал, встать, скажут, что идите, терминал там, либо давайте мы сами. Соответственно, лень нами движет, и мы сами себя знаем. Нет, есть сотрудники, которые требуют, чтобы передали им, для того, чтобы они произвели оплату. Ну, их можно просто спросить на основании какого законодательства. Ну, это закон у нас никто не знает, товарищ. Вы прекрасно это понимаете. Лучше не передавать однозначно свою карту в чужие руки. Она ваша именно. Потому что ее засветка перед камерой уже позволяет какие-то операции выполнять. Поэтому сами выполнили, сами сделали. При этом такие рекомендации, как еще раз, если вам раздался звонок из банка, трубку положите, перезвоните. Возвращаемся и говорим о том, что перезвонить в банк и узнать, что произошло. И если мы будем следовать этим, наверное, простым правилам, я бы еще о чем добавил, забыл. Не забываем о том, что наши средства технические, такие как смартфоны, своевременно обновляют. Обновлять обновляют, потому что даже недавно произошла информация о том, что телефон, который считался марки, очень надежный, супер. Оказалось, что есть фишинговые сайты, которые их заражают, и вся эта безопасность идет в стартерары. Поэтому мы не должны быть уверены, что это. Мы должны свое программное обеспечение на телефоне постоянно обновлять и пользоваться средствами защиты. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Сегодня мы говорили о мошенничестве, когда звонят людям с телефонов, которые выглядят точно так же, как действительно банковские. И таким образом выуживают у них все средства, все сведения о банковской карте, а потом все деньги снимают. Граждане, в общем, будьте внимательны, бдительны, не ленитесь сами лучше прервать звонок и перезвонить в этот банк, в эти правоохранительные органы, да даже другу. Действительно ли ему нужна какая-то помощь, он застрял под Тулой, а соцсвязь там не работает, как было мне писали. Помоги, Рома, застряло интернет, нету вообще, переведи мне деньги. Я же думаю, а как же ты со мной общаешься, раз интернета нет, и вообще все плохо. В общем, будьте внимательны и храните деньги. И уже даже не знаю, где, сами решайте, где, главное, чтобы это было надежное место. Это была программа «Тема дня». Всего хорошего, спасибо вам, дорогие гости, за участие в эфире. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.